Сегодня было начало судебного заседания, начало судебного следствия по делу Галяшкина. Сначала оглашена часть обвинительного заключения, а Галяшкин согласился с определенным ему обвинением и пояснил о том, что действия его носили рефлекторный характер, и он действовал в целях защиты себя и граждан. 17-летнего Михаила Галяшкина обвиняют в том, что во время акции 12 июня на Тверской улице он распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику Росгвардии. На суде Галяшкин не стал отрицать эти события, однако пояснил, что действовал инстинктивно, чтобы защитить себя и других граждан. На сегодняшнем заседании прокурор огласил обвинительное заключение, после чего участники процесса допросили потерпевшего, сотрудника Росгвардии. Он заявил, что во время акции 12 июня получил ожог лица и шеи, однако пояснил, что не видел человека, который распылял баллончик. От сегодняшнего положительные, а от заседания предварительного следствия у меня отрицательные впечатления, потому что ему запретили посещать психолога и курсы английского. То есть получается, что все органы сейчас следуют цель исключительно карательную. Никакого воспитательного момента не присутствует. То, что я одна пытаюсь инициировать какие-то воспитательные процессы, мне всячески препятствует. Вот в суд, в частности. Ответил отказом на мое уходатайство посещать государственный центр психологии. А как с сыном вообще это все переносит? Да, нормально переносит. То есть, он выглядел хорошо? Да, нормально, да. Ну, скучно ему, конечно, сидеть, потому что все-таки у него ум активный такой, пытливый и скучновато только с книжками находиться. А прогулки не разрешено у вас, да? Прогулки разрешены, да, но в одиночестве. Он же молодой, все-таки энергия, и все, ему хочется общаться. Упоминалась и партия, и упоминался лично я. Его, во всяком случае, в СМИ писали об этом. И я просто посчитал своим долгом прийти. И пришел, познакомился. Не ожидал, что познакомился с подсудимым, с его мамой. Познакомился, вот просидел сколько там час на процессе, чтобы иметь представление. Я считаю, это моральная обязанность моя. Если человек руководствовался нашими идеями, то, конечно, это моя обязанность прямая. Прийти и какой-то поддержать, немножко, может быть. Пока я их развлекал перед началом историями о тюрьме, что-то не все так страшно, поскольку я, может быть, единственный из руководителей политических организаций. Сам получил приговор 4 года и несколько дней рождения отпраздновал за решеткой. Поэтому у меня есть опыт. Я не уверен. Вот мне интересно сейчас то, что говорил адвокат. И судя по тому, что не спешат с процессом, видите, следующее заседание только 22 ноября. Вот, на мой взгляд, это, ну, знаки какие-то такие неплохие. Там что-то, знаете, с судьями никогда не знаешь. Он может быть идеальным и очень хорошим, а потом как закатит. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Там не очевидно. Вот из допроса потерпевшего я понял, что он даже его не видел. Он не может. Он говорит, я не знаю. Вот это уже хорошо. То есть уже для нормального суда, не российского, не нашей практики. Это практика такая неплохая. Люди, может быть, и не так ужасны. Может быть, и не сочувствуют. Такое тоже бывает. Ну, а практика применения закона очень чудовищная до сих пор. У нас власть воспринимается как такой монолит. Монолит. Все вот эти, все углы этой власти стараются защитить. Хотя это неверно. В чем-то власть может быть права, а в чем-то чудовищно не права. Следующее заседание по делу Михаила Галяшкина продолжится в Тверском суде 22 ноября.